Маранапа Сергей Сергеев поприветствовал казаков, выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество и высказал свое мнение о роли казачества в жизнедеятельности города-курорта, воспитании подрастающего поколения, обеспечении безопасности. Я бы хотел, чтобы мы строили свои взаимоотношения так, чтобы можно было спокойно в любое время дня или ночи выйти на улицу и быть уверенным, что никто у нас не сорвет шаг, не оторвет сумку, не заберет телефон. Я думаю, что сегодня мы на правильном пути. И ваша поддержка и развитие гражданского общества, органов местного самоуправления. А сегодня мной принято решение о создании на территории города-курорта, на территории самого города, создания четырех микрорайонов, где будут и председатели, и секретари, и работать будут и ветеранские организации. И я хотел, чтобы и казаки имели опору именно в этих микрорайонах. Такую позицию мэра Сергеева казаки встретили традиционным любо. Они готовы помогать властям Анапы навести порядок на территории и сделать курорт поистине безопасным. Прошло 36 месяцев с предыдущего отчетного собрания. Что сделано за этот период, докладывал атаман Валерий Плотников. Анапское район и казачье общество – одно из самых многочисленных кубанском казачьим войске. Это мощный отряд. Если в апреле 2010 года в рядах анапского казачества значилось 1916 казаков, то в 2013 уже более 2000, а семьями – более 5000. В казачьих кадетских классах сейчас учатся около 400 ребят. Это не раз отмечалось на уровне администрации края. Были поощрения. Казаки принимают участие в антинаркотической работе, охране государственной границы, природных объектов, тушении лесных пожаров. Только за прошлый год более 700 раз казаки выходили на дежурство с сотрудниками правоохранительных органов. В 2011 году оказывали помощь при наводнении в Туапсинском районе. А в прошлом году в Крымске 476 казаков приняли участие в ликвидации последствий стихии. Собрали, доставили и раздали 25 тонн гуманитарной помощи, воды, одежды, постельных принадлежностей, переносных газовых плиток, продуктов питания. Через 5 часов после начала трагедии 215 казаков уже были в Крымске. Разбирали завалы в поисках жилых и погибших. Разыскивали и доставляли мор в тела погибших. Оборудовали палаточные лагери, делали многое другое. В том числе участвовали в обеспечении общественного порядка. Казаки умеют не только нести службу, но и праздновать. Осенью 2012 года в Анапе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 316-й годовщине образования Кубанского казачьего войска и Дню Кубанского казачества. На театральной площади собрались тысячи казаков из Анапы и других муниципалитетов Кубани. С ними приехали кадеты казачьих классов. Анапчане и гости курорта смогли увидеть парад казачьих сотен, праздничный концерт, отведать каши из полевой кухни и сфотографироваться на память стилизованных казачьих куренях. День Победы, киношок, фестивали – ни одно мероприятие в городе не обходится без казаков. Анапское районное казачье общество – одно из лучших в Таманском казачьем отделе. Анапское районное казачье общество – одно из лучших не только в Таманском отделе, но и во всем Кубанском казачьем войске. И я скажу, это большая заслуга и нынешнего атамана, и атамана Владимира Петровича Верстунина, который здесь присутствует. Затем атаман Валерий Плотников изложил план, какой он видит дальнейшую деятельность казачьего общества. После этого состоялись выборы. Атаманом большинством голосов снова избран Валерий Плотников. По новому уставу он заступает на эту должность на пять лет. По обычаю его трижды стягнули по спине нагайкой. Какой же батьк-атаман будет отечески наказывать своих казаков, если он сам не будет изначально наказан нагайкой от руки старейшины? Затем прошли выборы суда и чести, и отец Виктор, настоятель Свято-Ануфриевского храма, благословил казаков на добрые дела. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-Регион.